девчонки ребята всем привет сегодня будет эфир сейчас поеду куплю у меня нет сухарей на котлеты и молока нет молоко купим сухари купим заказала маме босоножки или туфли с открытой пяткой не знаю как правильно называться сейчас пойдем на балберис примерим а еще заказала себе две палки скалки такие знаете сейчас все поедем возьмем я до сих пор еще не взяли на балберис лежат и и будем эфирить еще одна хорошая новость нам пришли делать навес под мангал не успели прийти уже им кофе надо наливать вот такие работники у нас да ладно пошутил на блюдечке с голубой каем нам еще нужно заехать заехать купить молоко маму не забудь белый хлеб на котлеты мне бы пучок у нас зелень дома есть нет надо купить и пучок петрушки за этим зелень возьми шесть зелень мне нужно или петрушка или кинза или укроп рыбать кинзу кинзу васильки добавишь и смотри как оранжевый такой прям большой куст и оа они тут мне заказывали я думаю у вас открытые что ты занял ну ладно а может быть у вас следочки есть вещи коробки это не не ты бери себе карина сама себе выберет мам ты бери который не берете заказала эти заказала салфетки корейские в дорогу и заказала две скалки одну заказала 70 вторую заказала 80 сантиметров ну 70 80 сантиметров пришла тонко а мне вот это вот самый раз теперь мамку буду пить теперь мамку буду чаще делать лишь нужно хинкал сделать это я вот чисто на хинкал купила все осталось купить молоко и домой нет зелени да молоко и вниз но заехать к нам туда осталось начать и закончить маму на свадьбу собрала знаете если я найду мама была еще в молодости кофта такая с поеток форме бабочки сейчас это поетки ну модаж циклично насколько я помню ну мы старые вещи все по родственникам отдаем насколько я помню вот у меня рука не поднялась эту кофту никому отдать я по-моему ее куда-то заложила если я найду эту кофту я на свадьбу надену я приблизительно догадываюсь куда я ее духа если я ее найду муханочку такого муханочку такого сейчас пойдем еще мясо возьмем что вы думаете молоко забыла сухари забыла на котлете нужно молоко и сухари вот такая у меня память вот мимо вот этого не могу прийти понимать что у нас ничего в этом полезного полезного нет но все на кухню переодеваться и эфирить чтобы эфире должно быть настроение согласитесь не сегодня хорошее настроение очень редко бывает плохое настроение девчонки ребята всем привет хотелось вам показать беседку до начала ее строительства не получилось уже у нас рабочие начали строить ну покажу что мы наметили так вот металлическим листом накрыт мангал и постоянно когда дождь тут орех ну орех нас не спасает мясо то есть мы пожарить не можем мы решили сделать и беседку уже поставили фирму или как-то называется сварили металл розу одну пересадили сколько но это наверное метров пять будет пять на три точно размеры не знаю но мне кажется будет очень хорошо посмотрите как у нас в этом году абрикоса обсыпано прям но она у нас видите в родинку еще в планах обшить дверь я не знаю персик наш грыз эти двери или чё с ними сделал и облагородить вот не знаю наверное шифер тоже будем менять или этот крышу будем менять но здесь тоже хотим облагородить хочу хочу сказать чашлыки летом будут чаще нас будет навес думали что будет мешать яблоня нужно будет убирать яблоню яблоня мне кажется не помешает яблоня тоже усыпано в этом году единственное что будут убирать вот эту пионовидную розу это я бы ее оставила я не знаю чё она им мешает сказали когда будут делать то вес она будет мешать если мне удастся я ее конечно спасу вот это дерево я не знаю что это за дерево мы уберем а розу девчонки ребята вот я подхожу я стою в метре от розы как она пахнет вам не передать черешня уже поспела помню когда детьми были караулили чтоб черешня черешня хоть с одной стороны была розовая чтобы обносить час детям это мне уже не нравится так и будет что это за фирма приваренная или это просто пока бетон не застынет скорее всего пока бетон не застынет а то мне уже надо контролировать процесс так еще вот смотрите вырубили орех и во дворе столько света и солнца смотрите на мои розочки с этой стороны розочки зацвели эти фермы тоже на навес на козырек клематис должен скоро тоже раскрыться ой как мы его с лолитой как мы за ними ездили это уже отдельная история смотрите все розы зацвели они у нас два года под орешником не цвели в этом году посмотрите помните раньше наши мамы в молодости красили вот таким цветом губы самый модный цвет по моему был у моей мамы тоже был такой цвет вот это и мой и мамин один из любимейших кустов черный прям знаете бархатно черный этот желтый цвет мне подарил желтую розу Олесе с Васей привозили одну эту желтую розу а вторую по моему она вот эта желтая если я не ошибаюсь здесь я еще ничего не почистила я сейчас на больничном так это у нас тоже розовое желтое смотрите два куста у нас черных роз что я хочу сказать что как обстригли орешник как убрали отсюда розы все сразу зацвели скоро у нас тут будет красиво показала на начальном этапе строительства затем покажу когда закончат еще вот у нас огонек тоже пересадили два года назад сразу принялся огонек и знаете хочу чтобы он вырос и перекинуть его через забор чтобы при входе у нас красиво розы ну вот такие вот пока новости новости с сада огорода а сейчас еще покажу Каринка купила у нас новый гномик мой сад подарили ребята который беседку делает кто это знакомый сейчас наверное позавтракают и будут пересаживать не знаю как называются эти цветы посмотрите какие розочки вот таких еще два красавца принесла сейчас будет куда-то сюда наверно высаживать красивые красивые я не знаю как кто это я не знаю как еще я не знаю как